Мы отбили атаку Барона. Но навсегда оставить эту проклятую пустыню позади нам мешает нехватка топлива. Так что пока остальные готовят Аврору к отъезду, я, Гюль и Дамир должны пробраться в нефтяной терминал и выкрасть оттуда цистерну с топливом. Нужно открыть ворота изнутри, чтобы ребята могли подъехать над резине, прицепить цистерну и уехать до того, как бойцы Барона успеют очухаться. Гюль с Дамиром будут ждать меня возле терминала. Привет, интернет! Меня по-прежнему зовут Бабай. И сегодня у нас, я так понимаю, последняя миссия в пустыне. Надо... Хотя вы сами слышали, что надо сделать. Надо достать топливо. Так, что-то там еще Дамир говорил, что надо запастись припасами и так дальше. Мне, в принципе... Че надо? Надо сделать аптечки. На которые у меня нет ресурсов. Я даже не могу почистить пушку. Что как бы печалька. Да? Есть где-то здесь. Где верстак? Где верстак? Артем, мы вот уезжать собираемся, а я все думаю про бедняк, которых на том корабле, полуразобранном бандиты держат. Да ты уже говорила мне это. Да ладно, короче, ну если нет ресурсов, ну что тогда? Пошли. Ну что, Артем, мы с Гюль скоро выдвигаемся, так что ты пока отдохни немного. Проверь снаряжение и подтягивайся. Встретимся возле их базы. Окей, блин, у меня пушки грязные, я ни пушки не могу почистить, ни аптечек сделать, но уже как есть. Хрен с ним. Лады. Хрен с ним. Так, 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 вот моя буханочка. Варим тогда сразу же на точку. Хорошо, мне просто тупо прямо надо ехать. Тут, я так понимаю, я могу стрелять, правда, или нет? Типа там уже нефтяник, и, скорее всего, там тоже будут рабы. Так, подождите. Тут надо остановиться. А, мне еще дофига ехать. Блять, сука, опять. Ну, ёптвою мать, метро, ну сколько можно? Надо как-то поймать момент. Где? Возле цистерна! Возле цистерна? Артём! Вижу цистерна. Я цистерна, я... Нет, это не цистерна, это вагон какой-то. Возле какой цистерна вы? Гюль? А, вон там, вижу, походят цистерна, да, вижу. Мы ждем тебя! Так. Ладно, надо вылезти к ним, походу. Угу. Сейчас. Артём, мы тут осмотрелись. Главные оборота охраняют небольшой отряд. За ворота еще через зиндан. Подземелье можно идти. Там Мунайбайлер рабы держит. Да, в общем, план такой. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну, а если тихо не получится, они, по крайней мере, на нас отвлекутся. А ты через подземелье зайдешь к ним в тыл. Ага. Пойдем, проведем тебя. Прежде всего, тихо не получится. Вот этот лазер, опять же, тоже хрень. Почему? Он, блядь, никогда не выключается. Если получится, не убивай местный. Он люди неплохой. Мунайбайлер только слушался. Барон слушался. Боялся и слушался. Хорошо. Я постараюсь. Ну, ничего не могу обещать. Гюль насчет местных правильно говорит. Вот, нам сюда. Молокососы сплошные. И мозги им с детства, похоже, промыли. Так что, пожалуй, стоит их пожалеть. Ну и куда? Решетка, значит. Ну что ж, попробуем. Я вот здесь чек, но может что-то есть? Нет, ни хера нет. Значит так, я приподниму, а ты пролезай. Ну давай. Да скорее тяжело. Отлично. До встречи наверху. Как включается, я не помню, зажигалка. Помню. Помню. Так. Потихоньку, аккуратненько. Так, надо, надо пытаться простолсить как-то. Но... Аккуратненько, аккуратненько. Его мне не надо вырубить как-то. Крепко спит. Так, давайте я потушу здесь огонь на всякий случай. Блядь, я же тебя пытался, сука, разбудить. Ты ни хера, блядь, не видел. Ублюдок тупой. Да убивайте, ну, ну чё. Задолбали. Ходил, блядь, кружился возле него. Искал, как его бы вырубить. А он, блядь, проснулся. Когда я потушил огонь возле него. Пиздец. Так, хорошо, вырубил. Как бы это всё лучше сделать. Ну, я не смогу вот так пройти. Он меня заметит. Ладно, я попытаюсь. Так, да не видел он меня. Всё хорошо. Вырубись. Так, сейчас прибегут ещё, да? Ладно, я постараюсь пройти как-то. Я не знаю, просто если я вырубаю их... Если я вырубаю их с помощью кулака... Это считается как убийство? Я же вроде как не убиваю их. Как здесь пройти? Давайте как-то... Вот так попытаюсь. Блядь, куда дальше? Я просто не понимаю, куда мне идти. Поэтому... Не могу подобрать правильный маршрут. Вот так попытаюсь, что ли. Хорошо. Вроде бы я взял правильный маршрут. И вроде бы всё должно быть хорошо. Вот так тихонечко за спиной. Да ладно, неужели получится? Так, выход. Отлично. Хорошо. Это радует. Вот я не знаю, стоит ли мне вестись на табличку именно выход. Не факт, что это то, что мне нужно. Но, по идее, должно быть то. Артём, Аврора готова выдвигаться. Что у вас? Противников оказалось больше, чем мы думали. На территорию проникли, но Кюль куда ты пропала? Ожидайте сигнала. Охренеть. Конец связи. Красиво. Чё там? Это Гюль пошла их всех убивать? Или это Домир? Цистерна залита под горлышкой. А. Хорошая новость. Домир. Но, есть и плохая. Ворота закрыты. Забрать её он не может. Товарищ полковник, это Домир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Вас понял. Работаем по резервному плану. Действуйте по обстоятельствам. Видишь? Провода от ворот ведут на вышку. Но вот как туда попасть? Прямо крепость неприступная. Молодые люди, вы серьёзно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость, но умирать просто так всё же не стоит. Кто у вас главный? Поднимайся ко мне, нам есть что обсудить. Ты смотри, как заговорил, гад. На все сто восемьдесят развернулся. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне. Иначе прольётся море крови. И совершенно зря. Ну окей, как там волыну спрятать? Хорошо. Давайте я пойду. Открыть ворота и впустить гостя. Посмотрим, что из этого получится. Поднимайся, тебя никто не тронет. Если там, конечно, не нарвёшься. Не нравится это. Но вариантов нет. Если не уедем, все об этой пустыне ляжут, брата или можно? Ещё блядь раз пройдёшься, какая паза же слова! Сюда давай мне! В общем, чем смогу, помогу. Ты качал на того, обойди. Сразу к чистым двигай наверх. Ох, сколько же их там? Не, ну кастырь, ну с хера-то не. Офигняйте. Ох, ты излетит чистый, но ты не ничего винт наточил убудет. Порос, довержай на самом верху. Не, ну, ты, ну, давай, тяни мы. Портонесно, ты глядь, как кармануна. Ладно, посмотрим, посмотрим, что из этого всё получится. Неплохо они так-то обустроились здесь. Не, ну чё ты там копаешься? Ммм, там какая-то девушка есть. Давай уже сюда иди. Я не могу никак туда пройти посмотреть. Не, наверное, никак. Почему хозяин раб в клетку не загонял, когда рядом брак? Зачем сейчас работать? Опасно, сука. Надо, бля, спросить, свори. Прости, лымыр за минкину. Для собака. А ну запкнула. Хуже собаки. Блядь, я не буду его вырубать, ладно. Бля, хозяина. Поняла? Блядь. Эй, ты, бля. Сюда давай, по лестнице, двигай. Бугор мляждать не любит. Да, унырза. Ладно, я пойду. Теперь убрала ты, переводь сюда. Возможно, стоило всё же его вырубить, но... Как-нибудь в другой раз. Ммм, девочки. Опять блюрить придётся. Красавчик издалека приехал. Я сюда. Это ты к бугру? Ну давай, чисто заваливай. Нифига себе. Не ожидал такого приёма. Спрячь оружие. Здесь мы можем поговорить с ним в маске. Всем присутствующим я полностью доверяю. Странно, что я не особо расстроен вашими шалостями. Что поделаешь, наш мир жесток. Я лишь по мере сил стараюсь привнести в него Толику порядка, без которого нет надежды на что-то лучшее. И не пиздень. Нет самой жизни. Но перейдём к делу. Вряд ли вы прибыли сюда насладиться погодой. А значит, у вас есть важная цель. И цель это где-то далеко. Я готов помочь вам достичь её, предоставив горючее для продолжения путешествия. Он захочет забрать Гюль. Взамен же я попрошу немного. Отдайте мне Гюль. Я знал. Приведите её, и все мы выиграем. Я получу Гюль, вы горючее. И все будут жить долго и счастливо. Советские игрушки такие прикольные. Ну что? Гюль сама пришёл за тобой. Ну как бы я не планировала делать всё так. С той стороны, трус! Как говорить с таким? За дурака меня держите? Не захотели обмена? Ну значит, подохните все. И ты Гюль первая! Убить их! Ну, что поделаешь? Это уже не моя вина. Тут я ничего не мог сделать. Куда она пропала? Вот он, сука, на! Вот тебе жалкий червяк! А где Гюль? Тёмочек, что происходит? Так, а где Гюль? Я не могу найти её. Ты в обае ценишь слабых! А, вот. Но мир живёт по совсем другим правилам! Всегда побеждает сильнейший! Ой-ой-ой-ой! Чё-ть больно, чё-ть больно! Именно больно! Надо, короче, снять какую-то позицию, а не бегать как идиот. Убийти их! Хорошо! Аптечка! Гюль вот здесь прячется. Хорошо, я тогда вот здесь посижу и поотстреливаюсь. Молодец! Это было красиво. Гюль, ты слаба и ценишь слабых! Но мир живёт по совсем другим правилам! Всегда побеждает сильнейший! Наша сила в единстве, в вере, сплотившей наших подопечных! И именно благодаря этой вере мы можем защитить их, направить их, не дать им сдвинуть в пустыне! На ты, Гюль! Ты искусаешь моих подопечных! Они видят тебе некий символ! Вокруг тебя и в мерещице этакая аура запретности, бутарства! Аура никому не нужных проблем! Но твоя смерть сможет её развеять! Я понял, зачем ему нужна Гюль, но он её не получит. Этот странный снайпер, блядь! Почему замолчала? Артём, я пойду туда, пока собака не убежала совсем. Куда-туда? Его поймать и дверь тебя открыть! Ну, давай. Так, а я тогда сижу и отстреливаюсь. Так, как мне вот этого ублюдка убить? Так, мне кажется, мне нужна граната. Блядь! Чё-то очень быстро меня начали разбирать. Надо посмотреть, какие у меня есть модификации. Может быть, я чё-то не установил, но прям-прям быстро, быстро разбирают. Хорошо. Так, не просто так здесь стоят вот эти. Кстати, вот есть... Наверное, это то, что мне нужно. Нет, так это не работает. Так, давайте я тогда буду его коктейлями молотова закидывать. Ну, а чё... Чё тогда делать? Куда собрался трепать? Вот ты где! Получай-ка! А-а-а! Других вариков особо как бы и нет. Блядь, да вылези ты! Пиздец! Так, подождите. Чё-то всё идёт как-то не так, как должно идти. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Так, хорошо. Убрал. Убрал. Закренела пушка. Ещё один коктейль молотова. Блядь, да как так быстро? Закренела пушка. Убрал. Так, хорошо. где этот уёбок очень быстро разбирают очень быстро ай-яй-яй я даже не успеваю среагировать так где там блять еще блять этот мир да ты вовремя пришел конечно так 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 подождите все 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 беги давай не выйдет здесь держу займись бароном всегда выживает сильнейший а не молодец выдал мой народ надежда я это никогда не забуду но война для меня только начался а теперь надо закончить дело ну вроде бы все хорошо артём нас привела сюда твоя мечта но моему народу она не поможет теперь это и моя война а он остается здесь уходи артём иди к своей мечте ну он остался жив жив зайчонок я так волновалась или нет или не жив фанатики с волги людоеды из бункера в горах рабовладельцы с берегов высохшего моря сколько же чудовищ породила война или они были всегда а война лишь дала им возможность проявиться во всей красе и теперь от них никуда не деться сможет ли до мир оставшийся в пустыне чтобы вместе с гюль привести их народ к свободе справиться с еще одним чудовищем инерции мышления заставлявшие местных десятилетиями переносить любые тяготы и лишения и не щадя своей жизни служить тираном не знаю это чудовище может оказаться посильнее всех остальных в любом случае терять надежду рано мы все ближе к нашей мечте найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов на добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов и весь экипаж с нетерпением ждет решение полковника куда же аврора отправиться дальше пока же поезд плавно катится на восток экипаж отдыхает а степан сделал катя предложение от которого то они смогла отказаться оу миленько ладно-ка ребятки давайте здесь мы сегодня остановимся и продолжим жив в следующей серии я не знаю он да мир вроде бы остался жив получается я все сделал здесь правильно значит все таки никого лишнего я не убил типа по стелсу все проходил так что все окей не забывайте ставить лайки и писать комментарии если вам понравилось этот видеоролик а мы с вами увидимся совсем скоро всем спасибо за просмотр и всем пока 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 субтитры сделал DimaTorzok и